Всем привет, меня зовут Саш Гудков и сейчас буду отвечать на вопросы, которые никто не может найти ответа. Привет, меня зовут Софья Каштанова, мне дали стопочку прекрасных вопросов. Итак, первый. Лиза, 12 лет. Когда последний день детства? Ну, у меня он наступил, когда я упал с качелей. Я понял, что никто мне не помог, сам дошел до травмпункта. И вот это был последний день детства, я больше на них не садился. И понял, что кроме меня в этой жизни мне никто не поможет. Лизочка, я тебе скажу, что он очень нескоро. Вот мне 32. Я считаю, что мое детство еще не совсем-то и закончилось. Так что будем стремиться к тому, чтобы детство не заканчивалось как можно дольше. Все зависит от тебя. Максим, 5 лет. Почему у папы писи большая, а у меня нет? Максим, ну милый мой, ну потому что папа большой, у него и писи большая, а у тебя нет. Не переживай, это комплекс пятилетнего ребенка. На самом деле писи может быть и маленькая, все хорошо у тебя будет в жизни. Макс, ну еще не вечер, у тебя тоже будет большая. У тебя хорошие гены. Света 5 лет пишет. Про что поют птицы? Я думаю, что птицы, они же летают, они очень свободны. И им подвластны вообще все, так что они должны пить о свободе. И, конечно же, о любви. Света, милая, ну про что они поют? Про свою жизнь поют, про как у них быт устроен, что гнезда очень дорогой, ЖКХ, птиц надо кормить, чинцов, мужья кидают, яйца подбрасывают. Ну понимаешь, у них своя там птичья жизнь. Про что? Ну про любовь птичьи поют. У них что, как у нас? Милана, 7 лет. Как понять, что я красивая? Милана, до 14 все красивые, только потом прощи. Нет некрасивых детей, есть классные. Я предлагаю тебе посмотреть в зеркало и находить самые красивые черты себя, места себя. Вот так и поймешь. Ты очень красивая. Чем отличаются зайцы от кроликов? Маше 9 лет. По-моему, кролики, они домашние, а зайцы дикие, нет? Зайцы дикие, а кролик выдомышленный. Короче, он выведенный. Зайц сам родился, а кролика вывели. Карина, 11 лет. Как надо выбирать мужчин? Я точно не знаю, как тебе посоветовать в этом вопросе. Ну выбирай по росту, ну чтобы был выше тебя, как бы ниже тебя. Кариночка, этот вопрос мучает девочек в любом возрасте. Как надо выбирать мужчину? Над сердцем, наверное. Но про голову не забывать. Почему бабушка больше не рожает? Арина 9 лет. Она уже отстрелялась, поэтому осталось только наслаждаться тобой, своей внучкой. Бабушки за свою жизнь нарожались, они устают. То есть они могут только воспитать внучку, а вот родить уже физиологически не нужно. Не могут. Наверное, так. Грустно, да? Ну, не от кого. Витя 6 лет спрашивает, кто на свете всех сильнее? Ну, я думаю, что при большом желании ты можешь стать самым сильным. Если захочешь, конечно. Но дело в желании. В воде кид на суши слон, в небе альбатрос. На телевидении Нагиев. Наташа, 8 лет. Почему мужчины губы не красят, если это красиво? Я тоже хочу вопросить. Наташа, я хочу с тобой полностью солидарен. Почему мужчины не красят губы, если это красиво? Спросим у кого-нибудь другого. Ты понимаешь, Наташенька, проблема в том, что многие мужчины ради красоты в наше время готовы красить губы. Но мужчине быть красивыми не обязательно. Почему? Когда радуешься, плачешь. И когда грустишь, плачешь. Кате 11 лет. Я думаю, что потому что ты, Катя, чувствительный человек. Я, когда радуюсь, тоже иногда плачу. Но чаще, когда грущу. Когда радуешься, тебя поднимает с твоего шея сюда, ты улыбаешься. И она затрагивает серьезные протоки в глазах. И ты плачешь. А когда ревешь, да, наоборот, сюда. И они как бы тоже раскрываются. Когда я была маленькая, меня очень интересовал вопрос, откуда берутся дети. Я спросила его, разумеется, у мамы. Мама не знала, как точно ответить на этот вопрос. И купила мне энциклопедию, в которой все очень было хорошо описано. Я изучила энциклопедию несколько раз. Потом пришла к маме. Говорю, мамочка, я все поняла. Но почему я не без трусиков? Мама ответить мне на этот вопрос не смогла. Дошлось со временем узнавать. Единственный вопрос, который ставил меня в ступор. Я в какой-то книге прочитал, что каштаны едят. Мы с моей подругой порезали в возрасте 9 лет на дерево каштана. Нарвали этих каштанов, поели. И мы отравились жестко. Нас тошнило. В общем, ужас какой был. Я говорю, мама, ну почему? Книжки пишут, что каштаны удобные. А мы вроде все с ними сделали. И ничего у нас не случилось. Моя мама не ответила на этот вопрос. Никто не может ответить. Все где-то там в Европе или в Азии едят эти каштаны. А у нас в России дети травятся.